Ашайр и Матрудей, у них произошла опять проблема. Как Муса слышал речь Аллаха, если Аллах разговаривает без букв и звуков? У Аль-Хадис, как мы помним, нет проблем. Аллах разговаривает со звуками, с буквами, когда захочет и как захочет. Кур'ан извечный, то есть Кадим, имеется в виду без начала. Кур'ан без начала или речь Всевышнего Аллаха без начала? Я ляму, он знает, ля каэль мина, не так, как мы знаем. То есть он хочет сказать, наши знания, они ограниченные знания. Наши знания, приобретенные знания. То есть я вчера не знал, открыл книжку, прочитал, узнал. Всевышнего Аллаха не такие знания. Чтобы человек не подумал, до создания творения Аллах мог создавать? Да, мог создавать. И когда время прошло создание, Всевышний Аллах создал. И мы продолжаем говорить о Кур'ане. на том уроке мы в действительности зашли немного глубоко надеюсь надеюсь было понятливо под сама тема сложная а может быть я справился своей работой может быть нет но я старался потому что тема чуть она на самом деле не сложная если мы посмотрим на те темы которые мне нас приходится пропускать еще сложнее но все же многим я заметил было нелегко это но как бы там не было будем стараться дальше идти максимально влаживаться и нужно сосредоточиться конечно это прида это убеждение должны немного таркиз чтобы были внимательны продолжаем тему слова автора абу ханифа рахимах уллах ума дакарах уллаху тарафиль куран хикает аннуса ваги химинал минал анбия алейхиму салят вассалям ван фираун по иблис поиннадо лико кулигу каляму латали их баран ангум значит он говорит что то что всевышний аллах описал слова людей то что сказал и близ то что сказал фараон то есть вышли аллах описывает цитаты в куране когда мы читаем и сказал например и близ шая ты джин сказали на сказал фараон и также другие это что означает человек задастся вопросом подумает подожди если они сказали то есть получается это их их речь было вечно что ли нет здесь он хочет сказать всевышний аллах описал это то что они сказали их речь не было вечной они созданы и они произнесли слова слова однако всевышний аллах описал то есть здесь имеется ввиду человек может запутаться мы же сказали что куран вечный а эти люди после пришли то есть куран вечно имеется ду речь всевышнего аллаха она была со всевышним аллахом без начала да и эти люди создания которых всевышний аллах описывает куране они же вышли пришли позже получается как так и здесь автор хочет сказать на самом деле они созданы всевышний аллах просто сообщил уже последующим то что они сказали и все то есть чтобы путаница у человека не было как так получается дальше идем вакалям уллахи тааля гайру махлюк и речь аллаха не создана это мы поняли вакаляму муса вагайри и миналь махлюк и махлюк однако речь простых людей она созданная речь простых людей она создана валь курану каляму ллахи тааля фахуа кадимун ля каляму хум и он говорит куран каляму ллах куран речь аллахат фахуа 1 для каляму каляму то есть речь всевышнего аллаха вечная получается а их то есть нас или тех людей которые всевышний аллах описал она создана мы же поняли да мысль есть сама мысль речи всевышнего аллаха есть то то что мы ее произносим да то что на том уроке как раз мы это объясняли из и касательно слова автора это новая как бы сказать зацепка это новая мысль одна из мыслей аль куран каляму ллахи таля фахуа поди то есть здесь я как бы можем искать куран поди им или нет на самом деле в этом вопросе много проблем произошло в исламской умме тоже куран извечный то есть под ним имеется ввиду без начала куран без начала или речь всевышнего аллаха без начала вот вокруг этой темы тоже произошло немалое столкновение имеется споры между учеными но мы в это не будем заходить потому что это слишком будет сложно опять же загружать не будем дальше идем вас сами а муса алейхиссалям калям аллах кама поля лоху таля вакалям аллаху муса так лима вас сами а муса алейхиссалям калям аллах на самом деле здесь автор говорит муса алейхиссалям когда разговаривал со всевышним аллахом то есть и вышли аллах дал почет мусе что он разговаривал с мусой он не видел мусу они не виделись но речь произошла то есть и вышли аллах разговаривал со своим пророком и здесь происходит такая проблема у алюхадис как мы помним нету проблем аллах разговариваются звуками с буквами когда захочет и как захочет мы не знаем как это все происходит но целом она такая картинка и когда всевышний аллах разговаривал с мусой проблем не бывает у мухадисов нет никаких проблем разговаривал не знаем не слышали и не пытаемся зайти как это прям было на этом мы закрываем однако мутакалье мы и в том числе а шайра и матрудей у них произошел опять проблема как муса слышал речь аллаха если аллах разговаривает без букв и звуков видите да вот когда вот чуть-чуть отходим от хадиса от курана происходят проблемы всевышний аллах рассказывает и я подозвал его подозвал мусу подзывать звать как как может как всевышний аллах разговаривал с ним если нет у него никакого языка у аллаха нету то есть не на ком языке аллах не разговаривает нету начала не конца нету не букв не звуков как тогда как диалог произошел между ними даже большая проблема действительно вот да я понимаю что философской книги или мутакаллимов можно найти ответ но это ну это из разделов как бы философия открыта и не закрыта вот ну скажи что-нибудь такое и она как-то вот так но когда ты садишься сам собой дома вот сам читаешь тяжело это представить вакаллим аллаху муса токлима аллах разговаривал разговором однако ашариты сказали можно матрудиты сказали нельзя но в конечном итоге как у них разговор произошел знаете как они объясняют всевышний аллах как бы внутри мусы создал понимание вот смотрите я сейчас с вами разговариваю я говорю до вас доходят звуки буквы и вы понимаете представьте себе теперь я убираю вот эту речь убираю звуки буквы и как бы сегодня это если не ошибусь вот передача данных происходит в облако передаем дамы это информацию там а книги или например bluetooth открываем и с одного а с одного аппарата вот с планшета одного другой планшет передаем фотку аудиозапись вот вот это самый лучший пример аудиозапись как происходит на приводном планшете есть аудиозвук и в другом нету и bluetooth открываем и перекидываем все перешло на все вот так вот 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 типа такого когда он внутри почувствовал речь всевышнего аллаха давайте согласимся честно скажем разве это можно сказать разговор аллаха с мусори разве когда мы столько контекста что все еще разговаривает говорит вот в таком прям понимании до дачи него ходы к на лаву то аля мута каллиман аллах разговаривал это ничего нового лям мякун валя мякун каллима муса алейхи салям уход вопад кана лаву то аля халипан фил азаль валя мяклу полюка то есть он говорит аллах извечно был разговаривающий то есть мог разговаривать хоть еще не разговаривал с мусой до разговора с мусой пока с мусой он алейхи салям пока всевышний аллах с мусой не поговорил с пророком до этого свежел их разговаривал и также аллах создавал до творения здесь как бы найти как бы мус здесь мысль какая через скажет ну речь была извечная а разговор произошел в какой-то период времени как-то разговор может произойти и все она уже все извечно и вот здесь у них опять другая проблема произошла как вот это извечная перед как передалось информация до мусы это я не хочу в это объяснение заходить в эти то алюката это очень тяжелая тема простые люди не поймут главная мысль здесь я попытаюсь донести что всевышний аллах до того как с мусой разговаривал он мог разговаривать и с мусой поговорил потом то же самое до творения всего творения всевышний аллах мог создавать и когда создал создал ну то есть имеется ввиду что есть имеется то что мы принципе на том уроке объясняли чтобы человек не подумал до создания творения аллах мог создавать да мог создавать и когда время прошло создание всевышний аллах создал как-то так леса комитре еще и волосами на сыр аллах всевышний аллах ни на кого не подобен дальше лет полема калям аллаху муса каляма губи каляме и навигу валигу сыплату козы то же самое продолжает мысль в ассифату куль луга фил азаль би каляки сафат и махлю кинь а здесь а бог они фарахима холлах сказать качество всевышнего аллаха атрибуты всевышнего аллаха они извечны как сам всевышний аллах извечен я аляму ляка иммина а вот интересно теперь если у аллаха есть качество смотрите у людей есть знание и у аллаха есть знание и чуть может подумать о если у аллаха есть знания и у людей есть знания тогда мы уподобили аллаха с людьми и обуха не пара химова я ляму он знает ляка иммина не так как мы знаем то есть ухо искать наши знания они ограниченные знания наши знания приобретенные знания то есть я вчера не знал открыл книжку прочитал узнал всевышнего аллаха не такие знания понимаем значит есть разница между нашим знанием и всевышним то же самое есть разница между между нашей жизнью и жизнью всевышним аллахом то есть здесь обуха не хочет сказать что нужно различать между людьми и всевышним аллахом моя поди руля как кудротина и он может и мы же можем но то что всевышний аллах может и то что мы можем не сравниться дальше ва ва яра на кору ятина и увидит не так как мы видим ваяс муляка сама и на и он видит он слышит не так как мы слышим а это каляму ляка калямина и он разговаривает не так как мы разговариваем вот и потом обуха не порахмала говорит он ахнут на так каляму бил аля твой хуруф в аллаху талия токальм биля а лятин валя хуруф мы разговариваем с буквами аллах разговаривает без букв а мы эту тему уже прошли на самом деле всевышний аллах разговаривает также с буквами мы это уже затронули на том уроке валифоруфу махлюка ва каляму лохи таля гайру махлюк то есть буква не созданы всевышнего аллаха разговор речь не создана идем дальше на этом мы как бы закончили всю тему а это курана переходим на следующую мысль он говорит вауа щей он лякаль ащья аллах щей что-то зад сущность но не как другие сущности как другие вещи вот смотрите я что-то даже каждый что-то вот имеется ввиду есть тут то что не существует есть то что существует вот я существую я что-то и так же он хочет сказать можно говорить это эту фразу по отношению к аллаху щей почему он так говорит потому что всевышний аллах куране сам описывает смотрите в аллаху аля куль лечение подир он над каждой вещи мощи над каждой вещью ему сам вещь то есть он сам над собой мощен поняли суть то есть получается здесь и же проблему у человека воздастся то есть аллах вещь какая то есть не конечно не какая-то понимаем здесь ослове какая-то идет сейчас смотрите что дальше севышний аллах пуль ающей ин акка выручая скажи что какая из вещей то есть что самое большее из свидетельств чем всевышнего аллаха то есть самое сильное свидетельство это свидетельство всевышнего аллаха и всевышний аллах пуль ающей ин всевышний аллах как бы себя описал ающей ин вещь то есть конечно же это не хакира это не какая-то ничтожная понимаем суть то есть здесь имеется ввиду что аллах мауджуд он есть и он самое лучшее свете то есть всевышний аллах свидетельство самое лучшее мы свидетельствуем обманываем да несправедливы во им всевышний аллах свидетельство будет самым лучшим значит он хочет сказать можно говорить слова шай и мир пойму рахмала также обозначил что можно эту фразу сказать как один вальма удют ващей можно по отношению всевышнего лавска также ибн хаджар рахмала указал на то то что это можно говорить относительно слова щей дальше не вальма на щей что означает чей вот эта вещь он говорит и сваду губили джесса валя джоу гор валя рад то есть мы должны утвердить эту вещь без тела без тела тело это будет какой-то вот скажем вот компьютер вот книга это плотное большое тело есть джоу гор это самая маленькая что существует на этой земле размером как атом по-моему если ошибусь там меньше чем а там уже открытия дошли что есть меньше что-то такая маленькая . и мы не можем увидеть своим глазом это нужно микроскоп и так далее в через нее можно найти это самая мельчайшая частица я бы ханифа рахмала хочет сказать что всевышний аллах не является этой маленькой частицей и также не является плотным телом большим телом то есть это тело из этих маленьких частиц создается тело то есть и небольшое тело и не вот эта маленькая ничтожная и также валя арат акциденция то есть имеется ввиду вот вот книга да что такое арат арат это имеется ввиду есть тело есть то то что на теле бывает вот смотрите я тело я передвигаюсь вот это есть ара то есть движение например да с одного места другое место или цвет кожи белый цвет кожи это все называется описание самого тела тело тело а какое-то тело это уже другой вопрос и и и мама бога не пара химала что хочет сказать что всевышний аллах не вот подобное как бы то то что описывается телом и не само тело и ничтожная валя от долю и также нет у него границ валял быть долю и нету тот-то против него противоборствующая сторона по валя не до лягу и нету ему подобного валя месли лягу тоже приблизительно также нету ему никто подобен здесь а вот этот контекст когда мы посмотрим она опять же это один из примеров таких же вот прям в таком жгай валя джизма валя джаугар валя арат вот такой тортим вот такой сиях конечно тяжело сказать что во время обуха не пара химала прямо так фразы шли это опять же из таких зацепок слова ли это обуха нефы или не слова и конечно то что он сейчас вот это все сказал это опять же это не соответствует тому то что были мухадисы алиадис то есть всевышнего аллаха описывать подобными словами то есть всевышний аллах не ничтожный не маленький небольшой не тело не то не то не то не то мухадисы что говорят когда мы хотим что-то похвалить нельзя то вот представь вот сидит перед тобой директор президент мэр города и ты к нему захочешь и говоришь ему ты не слабак ты ничтожный ты не муравей ты не слабый ты не пылинка ты не песок он скажет что ты меня похвалить хочешь или ты меня оскорбить хочешь поэтому когда человек хвалит кого-то он хорошими качествами горит ты милосердный ты приятный ты добрый ты щедрый а здесь сразу же ему приятно становится этому мэру о давай давай продолжай также ведь да вот так происходит ну как можно о всевышнем аллах и когда мы говорим вот такие фразы говорит поэтому это один одна из проблем подобных выражений не стоит аль муль калям вот эта наука она подобные выражения по отношению аллаху говорит постоянно как ты посмотришь сколько похвалы бывает и когда ты посмотришь на подобные выражения ты видишь эти подобные выражения неприятные это неприятно все зачем это все говорить лучше сказать то то что всевышний аллах сам куране самое больше говорит ар-рахману рахим милостивый милосердный понимаем вот такие качества самые лучшие поэтому здесь отсюда вытекает что здесь можно не соглашаться или нужно не соглашаться с подобными выражениями и не пытаться всевышний аллах описать с такими качествами потому что это каждый разум понимает что это нехорошо описать всемогущего подобными контекстами опять же как скажу проявляя уважение всем сторонам дальше автор говорит замечаем очень интересная мысль идет валя у яду нового джун ваннафсу у него есть рука у всевышнего если лик и есть нас давай посмотрим в шарфе идет следующее мулла лапарь говорит следующее аль-вач валах как бы лицо лик во я бы поводчик уроби к и останется лицо твоего господа лик твоего господа вальяда яд это рука и он говорит приводит аяты я дула фаука айди рука всевышнего аллаха над друг над их руками и нас на встали мафии на все его на аля мафии на все к ты знаешь что то что моей душе и они знают уж оттай то есть здесь от нас как бы имеется ввиду а душа здесь имеется на самом деле муджуд зад сущность всевышнего аллах как бы да не то что понимается душа да вот как мы понимаем у нас есть душа не в этом контексте конечно значит замечаем его маму они пара и могла признает что у аллаха есть рука есть лицо лик есть нас и потом фама за корову лоху таля фильм порами веке львать валья 2 нафс фаго лягу сифатом беля кайф и то что всевышний аллах упомянул в куране вот эти качества которые мы сейчас упомянули они у аллаха есть беля кайф то есть мы не знаем какие они они есть но мы не знаем и здесь внизу в шархе упоминает также дополняет вакада ля юкаль также нельзя сказать и на воде могу поистине лик аллаха за того сущность его это те ашариты которые делают то вы заметим что происходит и заметим нету одного взгляда ашариты говорят валь это зад а он опровергает час не соглашается с этим вайна в глаз аллаха это басар зрение видение то что аллах видит власти ваагу аля ларш и возвышению даршам это и стиля то есть овладеванием заметим все вот эти все ответа то уилят и это ашариты говорят и вот это имама матрудийского мазака он опровергает эти все взгляды поэтому это тоже очень важно и интересно какой взгляд получается на труде и придерживались валяю полю и на ядову удара того ва не аматову не аматову и нельзя сказать то что я руках всевышнего аллаха это его мощь смотрите а шара ашариты говорят рука это мощь а он оправе обухани фармара пробегает нет говорит этот взгляд обуха нет это она фельдский взгляд ли она перейти пытались и посмотрите что удачи не просто это нельзя говорить это говорит это изначально выговорит как бы нарушаете убираете сифа те атрибуты у которого есть всевышнего аллаха вы их просто убираете это как бы косвенно это издевательство это запрещено такое делать вау ауле ахлю подорвали атизарь и это подобные подобные слова подобные слова которые говорят кто так делает я имеется ввиду мощь это говорит такое делают но это зелит и подарит и поэтому замечаем взгляд або халиф и какой взгляд у него был он не позволял этого делать валяки яду сыпату однако его рука это его качество это его атрибуты беля кайф не знаем какая кайфе какая она не знаем ну верю им дальше похода богу у рыбалу сыпата ними сыпать и беля кайф и также его гнев его радость также принимаем заметим а шариты его не принимают значит мы здесь замечаем как взгляд ханафитов расходится и здесь шарик что делает в шарфе он упоминает то что здесь он хочет что скота паху паху ислями приводит слова тоже ханафийского мазаба из бату литва львача поле дана мы признаем ханафиты признают что яд рука и лик аллаха она истинно мы его берем но потом конечно делает тофуит но все же изначально принимают это и считает противоположными это мнение муата зелитов и также абу ханифа рахина гула сказал он приводит слова об уханифы янзель у меня сама аллах спускается с небес беля кайф но не знаем как так же скал и на лоха на по адам аля сурати аллах всевышний создал адама на себе подобие и он говорит аля сурати рахман на себе сура рахман внешность милосердного всевышнего аллаха то есть к себе же возвращает это прям контекст приводит и говорит фая джиба нью-джри аля зла и и обязательно должно оставаться по внешнему этому хадису то есть так вы не делать тофыд но как минимум из брат утверждение что всевышний аллах создал по своему образу внешне мы должны этот контекст оставлять и изначально принимает также он сказал абу ханифа сказал ваннук и рубин аллаха аля аля арши истово всевышний аллах вознесся на троне мингаре они куда-то или или его стих поролей без нужды этому то есть вышли аллах вознесся на трон без этой нужды то есть это указывает что обуха не фарахинала что считает также здесь а он упоминает мулла али-у-кари он говорит следующую важную мысль имам ул-харамейн рахмахула вначале делать то уиль а потом сделал тофыд то есть начали он принял придерживался позиции что нужно сифаты атрибуты всевышнего аллаха убирать с прямого контекста а потом перешел на другую позицию посчитав что нужно сифаты атрибуты всевышнего аллаха оставлять на своем месте что у аллах есть рука есть лик но но не знаем как ну здесь я очень важная мысль то что он говорит и это были на этом были саляв саляв и на этом были и запрещали делать то уиль а многие пытаются как бы сказать что и так и так можно однако мы замечаем здесь нету однозначного что и так и так можно либо так либо так по крайней мере по их же взгляду дальше потом говорит потом приводит слова то что тот кто пытается убрать с прямого контекста довольство всевышнего аллаха радость всевышнего аллаха огне всевышнего аллаха то ему точно также нужно убрать тогда и желание всевышнего аллаха если ты утверждаешь что аллах что-то хочет это бывает точно также аллах может и гневаться и радоваться то есть не нужно одни контексты брать убирать прямого контекста другие контексты оставлять то есть мы здесь замечаем какой взгляд у ханафитов оконечный итог мазов одесс это утверждение все качества то что утвердил всевышний аллах куране и суньи мы должны утверждать так как можно или так как это относится только всевышнему аллаху то есть имеется ввиду если мы говорим что всевышний аллах вознесся на трон не означает что как мы люди творения как уподобает это всевышнему аллаху как подобает всеми что волос в есть аллах как захотел так мы же не видели как это было все мы должны закрыть эту тему и говорит раз аллах сообщу что он вознес на том значит он вознесся на тонну как не пытаться заходить в эту тему тоже самое ласка у него если рука не пытаться обозначать что за эта рука рука та который подобно всевышнего аллаху нам мы люди у нас есть своя рука это мы люди мы творение у животных другие руки у всех как-то разные бывают у всевышнего аллаха мы не должны пытаться заходить в эту тему не должны давать конкретику не должны об этом думать и должны об этом обсуждать должны просто сказать мы веру что аллаха есть ну как что чтобы те в голову не пришел знает что аллах неподобен никому ну раз всевышний аллах это сказал не я не ты то тогда мы должны принимать и также автор он упомянул он упомянул он говорит следующее если бы всевышний аллах сказал хотел бы сказать милость то он сказал милость раз он сказал рука значит а рука не нужно убирать от прямого контекста аллах просто просто так ничего не скажет тем более самую опасную тему а это отрида как так получилось что всевышний аллах разговаривает тем языком который всех путает поэтому раз все еще вам сказал мы веруем принимаем остальное оставляем на всевышнего аллаха и на этом мы сегодня завершим он дизайн и